всем всем привет с вами клеопатра в этом видео я расскажу как пройти новое пасхальное испытание грома и за победу получить абсолютно бесплатно новый пин испытание начнется уже в это воскресенье и продлится три дня для того чтобы одержать победу и получить новый значок вам необходимо выиграть 12 раз всего в испытании будет четыре различных режима сейчас каждый из них мы подробно разберем и посмотрим какие пики брать под каждую карту что же касается пина ту вне зависимости от наличия или отсутствия грома на вашем аккаунте вы все равно сможете использовать пин потому что он находится в разделе значки игрока поэтому вы можете использовать его в любой момент пин пока что не анимированы но я думаю что со временем как всегда анимацию добавят ну что же теперь переходим к режимам и картам и первый режим это нокаут карта бурной ключи мы рекомендуем взять на эту карту пик стиком пайпер и евой именно этим пиком и а поле на этой карте 30 ранг на каждом из данных бравлеров и об этом у меня есть отдельный подробный выпуск ссылку оставлю в описании к ролику если захотите углубиться в эту тему обязательно посмотрите там я подробно рассказываю про фишки каждого бойца на этой карте однако на тот момент когда мы опали 30 ранг на этой карте у евы была только первая пассивка а сейчас вышла уже и 2 которая просто дикая имба и бесит абсолютно всех поэтому обязательно используйте вторую пассивку ведь весь смысл ее заключается в том что если вы попадаете последним третьим яйцом по противнику то рядом с противником спавнится малыш и если в итоге вы будете четко хорошо попадать то этих малышей будет просто целая карта из-за такого дикого спама именно эту пассивку сейчас и ненавидит но с другой стороны она очень хороша против соперника что же делать если у вас нет евы как вариант вы можете использовать фенга или дэрила оба этих бравлера будут здесь неплохи также можно взять брока или байрона если вы хотите сыграть заметателей что же касается тика его задача это поддерживать контроль тик как правило уходит на левый но иногда и на правый фланг но никогда не стоит по центру потому что центр это место для пайпер здесь есть кустики в сочетании с пассивкой пайпер на кусты она будет наносить хороший дамаг при попадании по сопернику поэтому тик уходит на один из флангов и просто поддерживает контроль чтобы по вот этим узким коридором не подходили соперники когда высаживаете голову старайтесь это делать незаметно чтобы соперник не ожидал увидеть голову потратил атаки допустим на ваших бойцов до из вашей команды и в итоге у него не оставалось уже а так для того чтобы ударить по голове в этом случае голова будет максимально хорошо отыгрывать следующий режим это баскетбой и карта жадина которая сейчас на экране к сожалению снять новый геймплей невозможно потому что этого режима нет в игре и в формате дружеских испытаний тоже невозможно его проставить однако же запомните эту карту и возьмите вот такой вот пик где есть био коллетт и гейл мы будем показывать вам геймплей на примере другой карты но она очень схожа с той которую вы сейчас увидели разница только вот в этих препятствиях что же касается геймплея именно по пику то он абсолютно одинаковый здесь био себя очень хорошо чувствует против всех бойцов потому что карта маленькая а даже если кто-то напротив вас будет с хорошим здоровьем например это фрэнк или может быть булл шелли то био всегда сможет их законтрить что касается коллетт конечно пассивочка на отбрасывание на отталкивание соперника и коллетт здесь просто постоянно по кд катается ультой потому что очень быстро ее копит и наконец гейл который будет хорошо отталкивать соперника особенно если у вас получается быстро накапливать ульту и тоже постоянно ее использовать однако если какой-то из этих бравлеров вам не нравится вы спокойно можете заменить его на эмс она здесь тоже будет хорошо подходить потому что наносит урон по области и за нее здесь очень легко и просто играть но конечно самое главное это попадать мечом в сетку это наверное просто вот самый главный навык для этого режима я тоже подробно рассказывала как это делать ссылку на ролик оставлю в описании если вам нужно обязательно гляньте но в целом самое главное это четко понимать куда сейчас пойдет корзина и кидать мяч как бы наперед тогда все получится третий режим это зачистка и карта неумолимый рок зачистка в игре есть но вот такой карты сейчас нет поэтому тоже покажу вам геймплей из предыдущего испытания потому что пик мы оставим точно такой же это м стара и спайк этот пик отлично показал себя в одном из прошлых испытаний мы без проблем прошли зачистку поэтому снова его вам рекомендую преимущество спайка конечно заключается в его пассивки на подкрут потому что благодаря подкруту закручивающимся колючком очень сложно уклоняться от его атак но зато спайк может пробраться колючкой практически в каждый уголочек ну и конечно здесь вся загвоздка этой карты кроется именно вот в этом большом кусте кто будет более внезапным кто внезапно налезет на соперника когда тот этого не ожидает тот и молодец потому что если вы захватили контроль в этом кусте то дальше выйти с базы довольно проблематично что касается тары и и задача конечно же как можно быстрее накопить ульту и стараться затянуть не одного соперника а сразу два а лучше вообще три тогда можно даже еще раз накопить ульту и сделать затяжку снова но наконец м с которая просто контролирует то из-за м сильно лезть не надо но если вы видите например вот такую ситуацию где можно хорошо бы кануть и при этом еще остаться живой здоровой почему бы и нет если получила ситуация что вы играете против такого пика то здесь лучше использовать спайка как инструмент который поможет вам зайти в этот куст потому что самое главное это опять же пробраться вкус дальше уже будет немножко попроще поэтому если вас не выпускают с базы то аккуратненько постоянно пробивайте этими колючками себе кусты для того чтобы потихоньку в них заходить и наконец последний режим brawl ball и карта кривой пляж здесь я покажу сразу два пика потому что они абсолютно разные по тому что нужно делать но не показать пик с евой я просто не могла потому что он здесь очень хорошо заходит итак первый вариант для тех у кого нет евы вообще в команде вы можете использовать пик который ориентирован на постоянный хил эша здесь мы используем эша байрона и эмс байрон как вы уже понимаете постоянно ходит сэшем и просто пкд его нахиливает не давая ему вообще возможности умереть эш в это время просто как танк заламывается на соперников получает себе дополнительную скорость до больше урона и спокойненько пробегает к воротам остановите такого подхиленного эша крайне сложно но здесь очень важно чтобы постоянно с ним ходил байрон если байрон на секунду отвлечется или перестанет его хилить то все суть всей связки будет потеряна что касается эмс она очень хорошо зонит и не дает соперникам подойти близко к воротам да и в принципе не дает соперникам подойти куда-либо то есть здесь вне зависимости от того кто будет напротив вас эмс будет хорошо справляться вы можете использовать как первый гаджет для того чтобы отталкивать если вдруг напротив будут какие-то морсисы или может быть эдгары либо же взять второй гаджет кислотный лак новенький для того чтобы пробивать как бы сквозь стены сквозь ящики на этой карте 2 гаджет тоже хорошо работает и мне лично больше нравится он то же самое можно сделать и с байроном как использовать первый гаджет так и 2 2 на мой взгляд даже куда лучше потому что с помощью 2 гаджета вы можете не только исцелить но еще и нанести урон так как карта в принципе довольно небольшая и как правило все находятся ближе к центру то это довольно реально зацепить сразу и своего и соперника для того чтобы и подлечить и при этом нанести дамаг а как же ворота скажите вы ведь у нас нет ни одного бравлера который их раскрывает с одной стороны да но с другой стороны из-за прессинга эша под подхиллом от байрона это в принципе уже не столь важно потому что эш и так имеет довольно много здоровья если его постоянно хилит у него очень крутой урон его просто не остановить то есть он может спокойно отбежать эти ворота закинуть мяч и все будет окей но еще и не забывайте что в команде соперника могут быть бравлеры которые тоже ломают стены то есть скорее всего так и будет и очень редко возникает ситуация когда нет вообще ни одного бравлера который может что-то проломить поэтому скорее всего эти ворота рано или поздно сломаются благодаря даже не столько усилием вашим да сколько усилием вашего соперника ну а если же у вас есть его то я очень рекомендую взять вам вот этот пик где в составе его брок и кольт как вы понимаете это пик на раскрытие соответственно и брок и кольт стараются по максимуму разломать все что они видят на базе все что им мешается и конечно в первую очередь это не только фланги но и заборчик который стоит около ворот для того чтобы можно было по прямой забивать мяч но что касается евы как я рассказывал уже в нокауте она здесь ориентирована чисто на бешеное количество спама то есть очень сложно уклоняться от ее вот этих маленьких малышей которые рождаются благодаря 3 пассивки а плюс еще и ульта а плюс еще и гаджет и на карте просто творится какой-то хаос поэтому очень рекомендую взять вам именно этот пик потому что вне зависимости от соперника таким пиком вы будете очень сильно его бесить к тому же этот пик будет оптимален действительно против любого другого пика который будет напротив вас если возьмут каких-то танков плюс пока у вас хороший дамаг потому что все три бравлера наносят хороший урон если это будет морти 100 его тоже состоянии его контролить если к примеру это будет не знаю какие-то метатели которым нужно стоять за стенкой то вы просто разламываете всю карту и этим бойцам уже вообще ничего не остается делать потому что для них карта раскрыта то есть таким пиком вы будете чувствовать себя комфортно в любых условиях если карта закрыта вы всегда можете ее раскрыть там где вам нужно а если карта раскрылась то есть соперник тоже идет к раскрытию то даже и лучше потому что у вас capital никая вы спокойно будете отыгрывать против пика который будет у вас в команде соперника не более чем уверена что эту пассивку и вы сто процентов будут фиксить потому что она действительно дико эмбовы и играть против в нее очень сложно и прям вот очень триггерно. Но пока этого не сделали, почему бы не использовать Еву для себя, для того, чтобы легко пройти испытания. Не забывайте делиться этим видео с друзьями, чтобы у них тоже не возникло проблем при прохождении. И, конечно же, играйте вместе с командой. Не ходите играть с рандомами, потому что вы никогда не знаете, кто будет вместе с вами, как этот человек играет. А часто бывают случаи, что игрок вообще АФК, и из-за этого руинится вся катка. Поэтому ходите с друзьями, либо же на худой конец используйте лупу. В этом случае все равно гораздо выше шанс победы, нежели вы будете играть с рандомами. Ну, а я надеюсь, что это видео было вам полезно. Если так, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. А я желаю вам удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok